Очередную неделю эта позорная, якобы, вторая армия мира начинает с героической борьбы с мирными жителями. Ебать! Обстрелом с новой силой подвергся Киев. Местные власти сообщают о погибших в результате разрушения жилого дома. Ну что скажешь, побороли совместными российско-иранскими силами пару жилых домов, часть зданий на территории ТЭС и беременную женщину. Погибли как минимум 4 человека, в их числе беременная женщина. Порядка 20 пострадали. Чатам Симоньян будут крики про маленькие гробики? Или может киевскую Мадонну? Горловская Мадонна это девочка 23 лет, которая с 10-месячной дочкой своей на руках, вот так знаете, как изображают Мадонну с Христом, она вышла с ней гулять. И вот когда она вышла с ней гулять, они долбанули по ней, по этому жилому кварталу, зная, что это жилой квартал, и оторвало ноги. А, да, это же украинские дети, их не только можно, но и нужно убивать. По крайней мере в этом уверяют россиян федеральные каналы. Там не стесняясь заявили, что удары по жилым домам и ТЭС это лучшее, что было за последние 7 месяцев. Те бомбардировки Украины, которые мы наблюдали неделю назад, с моей точки зрения, это лучшее, что было с нами, не просто за прошедшую неделю, а за последние 7 месяцев. И в этом свете нельзя не отметить, насколько низко пала самооценка у этих убогих, ведь начиналось все с пафосного «возьмем Украину за пару дней». В течение суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена. Ну, полтора-три дня. Ну, максимум 3-4 дня. А спустя 8 месяцев вдруг оказалось, что кроме как обстрелами ТЭС, позорной российской армии и гордиться-то нечем. Мы увидели и перспективу, и возможности, и практически безграничную мощь вооруженных сил Российской Федерации. Ни тебе военных побед, ни каких-то красивых спецопераций, только забеги, потери а-ля утонувший флагман флота. Вы понимаете, друзья, даже дроны, которыми россияне бьют, и те иранские. Российская армия атаковала Киев дронами «Камикадзе», сообщают власти Украины. Есть огромное количество материалов, которые и, собственно, фото доказательств, и доказательств вообще того, что это именно иранские дроны. Информация о разведке западная и подтверждена 100%. Задумались бы после такого о своем месте в мире, ну и о реальном уровне ВПК заодно. Но нет, куда ни включить радость, ликование и праздник. Украинские системы ПВО снова не справились с атакой дронов, и военным приходится проявлять, скажем так, чудеса изобретательности, что ли, и пытаться сбить ППЛА из стрелкового оружия. Правда, быстро выяснилось, что против дрона нет приемов. Подстрелить беспилотники не удалось. Но еще больше, конечно, оптимизм внушает то, что вот эти удары по энергетической инфраструктуре, они носят действительно не разовый характер, а они приобретают такой системной работы. Цельный депутат Госдумы. Большая шишка в Комитете по обороне клятвенно обещает оставить украинцев без света и тепла до зимы. Еще немножко, и мы эту электрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не мучиться. И ты слушаешь, и аж интересно становится. Вот он сам понимает, насколько он жалкий. Ты же, дядя, столько лет большой шишкой в армии был, командующий округом как-никак. По телевизору рассказывал, как Зеленскому по соплям дашь. Он везде проигрывает по всем направлениям. Он пытался дернуться под кривым рогом, получил по соплям. Я извиняюсь по-простому. А что, правильно так и есть, по сопляму получил? Да. А теперь выходит, нечем гордиться, кроме как обстрелами ТЭС. Ну же, Гурулев, где плоды твоего многолетнего труда? Где эти читинские чмони? Давайте-ка угадаем, бордюр на плацу красили, да дачу тебе строили. А как пришла война, то ой, а армия оказалась не готовой. Не готовой настолько, что после серии унижений решено было тупо завалить Украину мясом. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. То есть контрактная армия, на которую ушли миллиарды, со своей задачей официально не справилась. И в советское время, которое многие так любят вспоминать в России, вот такие Гурулевы не на федеральных каналах бы рожей торговали. Мы уже даем нос. По большому счету, сегодня то, что происходит, это утирание нос всем блоку НАТО во главе Соединенных Штатов и Америки. Как бы ни было тяжело, все равно победим. А лежали бы этой самой рожей в холодной земле. Ведь мало того, что генералы типа вот этого додика подготовку и обеспечение контрактников провалили, так еще и запасы для резервистов тупо пропали со складов. Иначе чем объяснить, что согнанным на убой чмобикам выдали страйкбольные жилеты? Вот, выдали нам сегодня супер бронежилеты. Страйкбольные. Защищают от пневматики. И собираются посылать на Украину в этом гаване. А сотни уехавших без обмундирования и подготовки мужиков без всякого мельдония побили мировые рекорды по самой скоростной демилитаризации. В Украине погибли пять жителей Челябинской области. Об этом сообщили российские СМИ. Сразу несколько региональных изданий рассказали о гибели на войне четырех жителей города Минусинск. Их мобилизовали в первых рядах 26 сентября. Отчего мамки и жены по всей России завыли что-то из серии «Путин, помоги». Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы просим вас нам помочь с криком души разобраться нам во всей этой несправедливой ситуации, что наших ребят кидают на передовую неподготовленными. С ними связи сейчас нет. Перед тем, как их отправить на передовую, им угрожали. Старшины у них отбирают все, все обмундирование, все отбирают на передовую, ребят. Помогите нам, пожалуйста. То есть только вот всей страной в едином порыве «Дядя Вова, мы с тобой пели!» Но если главный командир позовет последний бой, «Дядя Вова, мы с тобой!» Но стоило лбом с реальностью столкнуться, как пафоса стало куда меньше. Да и если серьезно, откуда ему этому пафосу вообще взяться? Отдельные счастливчики вон демилитаризировались, даже до Украины не успев доехать. Один вот умер от паленой водки. Мобилизованный доброволец из Братска Александр Колтун умер в новосибирском лагере для призванных. Он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. А два десятка других стали жертвами таджикского ДРГ прямо на территории военной части. В Минобороны заявили, что двое выходцев из стран СНГ открыли огонь по мобилизованным россиянам. В Белгородской области разбираются в обстоятельствах теракта, который произошел на одном из полигонов для подготовки добровольцев. Во время занятий по стрельбе двое граждан СНГ открыли огонь по личному составу подразделения. В результате 11 человек погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Просто представляем, как огорчились после такого их жены. И мужика нет, и ладу за смерть от пуль сослуживцев явно никто не даст. Обидно, досадно, но ладно. Причем, что характерно, разбираться, кто прав, кто виноват, в этой истории пропагандисты не стали, а сразу нарекли граждан Таджикистана террористами. По моей информации, это уроженцы Таджикистана. Двое террористов на полигоне уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы. И в этом нет ничего удивительного. Ведь мамкины антифашисты в России годами делали из граждан стран Центральной Азии людей второго сорта. Дошло даже до того, что президент Таджикистан прямо в лицо Путину призвал уважать свою страну, граждан Таджикистана и их интересы. Мы хотим, чтобы нас уважали. Где что-то мы нарушили, где-то мы с кем не так поздоровались. Всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. То есть вот этот вот подход и деление на типа старших и младших братьев бункерный дед нынче может засунуть себе куда-нибудь поглубже? Хотя, надо признать, даётся это России непросто. Ведь они ж так привыкли шутить над типа младшенькими. Чего стоят те же скетчи о Равшане и Джамшуте? Нащанька! Нащанька! Давай, показывай! Не надо бы ругалась! И очень хочется уточнить, ну как вы там? Насмеялись после Белгорода, поди. Если нет, то мы можем вам мемчиков в вашем стиле предложить. Нет сомнения, что они могут стать идеальным материалом для известного бобролюба и по совместительству ведущего, пожалуй, самой жалкой программы на российском телевидении. В то время, как старая колымага американской демократии глохнет на обочине толерантности, а европейцы пытаются обогреть дома ртом, международная пилорама сметает завалы русофобии, лавиной сатиры и потоком юмора. Если раньше Киасаян любил Петросянить, постоянно переодевая дешевую актриску в лидеров недружественных стран... Джо, родство непомнящий. Джо Байден. Что-то с памятью моей стало. Добрый вечер. Что? Печень? Если я чешу затылки, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Борис, Борис, добрый вечер. А, зови ты меня просто Боренька. То теперь международная пилорама вышла на качестве на новый уровень. Если кратко, то сценарии программ примерно такие. Российская армия лупит по гражданской инфраструктуре Украины, а боброед после этого в позе боевого петуха расправляет перья. У России закончилось терпение. Как гласит древняя военная мудрость, кто к нам с хаймарсами придет, тот от цирконов и погибнет. Ой, какая победа. Но все, сдается теперь Украина, раз Кличко типа в нокдауне и воды полдня не было. Это самый долгий нокдаун за карьеру бывшего боксера Кличко. Во Львове большая часть города осталась без электричества. Горячей воды не было, а холодная вода подавалась через резервное питание. И что особо удивительно, поворачивается же язык такое говорить. Особенно с тем учетом, что в Донецке, которое Россия считает своим, воды нет в 8 месяцев. Ну, точнее, есть. Один раз в неделю мы воду подаем, да, подаем ее по графику, да, наверное, трудно, да, наверное, неудобно. Люди воду видят совсем не по графику, намного реже. А ее дополнительно фильтруют или рыжая, ржавая? Рыжая, ржавая. Да еще и такую подают с задержками. Некоторые люди, выстоя в очереди, не успевают набрать даже 40 литров. Ну же, Кеосаян, про Донецк давай пошути, а то людям с российскими паспортами в городских прудах мыться уже холодновато-то. А если про Донецк шутки не пишутся, то вполне можно на Ейске сосредоточиться. Это же не что иное, как мгновенная карма. Когда утром вы всей Кукаречной радуетесь ударом дронами Камикадзе по мирному Киеву. В центре украинской столицы произошло сразу пять взрывов с использованием дронов Камикадзе Герань-2. В городе Паника центр перекрыл. А уже вечером новейший российский Су-34 с боекомплектом превращается как раз в дрон Камикадзе. Бомбардировщик Су-34, у которого при наборе высоты загорелся двигатель, упал во дворе многоэтажки. Начался пожар. Ирония судьбы, и не иначе. Кеосаян, Симоньян, давайте спецвыпуск твоей жалкой пилорамы. Там, если что, то вот крики этой тетёхи можно будет красиво обыграть. Такого пожара я не видела в жизни. Это возле нашего дома, прямо. Почему это происходит? И что там такое? Ну, может быть такое. Это жилой дом. Мы тут живём. Это жилой дом. Мы тут живём. Вот как ты запела, да, красавица? Да в том же Мариуполе тоже были жилые дома, и люди там жили. Причём лучше вас, по совершенно любым показателям жили. Но самолёты, которые их бомбили, вылетали из того же Ейска. И Мариупольский драмтеатр, где прятались мирные жители, и где специально для ваших лётчиков выложили большими буквами «Дети». Но и это ваших лётчиков не остановило. Но бог не тимошка, видеть немножко. Или вы думали, что будете войну по телевизору смотреть? Главная, конечно, новость, к сожалению, трагическая. Главная новость совсем не о том, что происходит на Украине, о том, что вчера произошло в Ейске. Потому что число погибших в результате падения самолёта выросло до 13 человек. Вопрос, почему это вообще произошло? Но уверены, шутеек не будет. Как же тогда холопам победы на пустом месте преподносить? И мужчинка старается. Тужится, пыжится, повторяет отмазки истемника. Ну и серии «Россия ещё не начинала». Неуважаемые украинские власти, помните, Путин сказал, что мы ещё ничего не начинали. Так вот, поздравляю, мы начали. Ну, чуть-чуть. На полножки. Не начинала, ага. А уже 60 тысяч трупов. Ну, что сказать, похвально. А ещё флагман флота над ней и военные аэродромы системно горят. Как на второй день спецоперации с Миллерова началось, так и продолжаются фейерверки. Зацените, вот как, типа лучшая в мире ПВО в аэропорту Белгорода взяла на таран американские ракеты «Харм». Вот это по-мужски, а не мозги всей стране теребонькой дорадоваться, что в Украине дети без света и отопления останутся. А и здесь мы вообще не давим на жалость. Судите сами. Вот запустила Россия хреновую тучу шахидов в район Киевской ТЭС. Да, были взрывы, да, мирным жителям в окрестностях было неприятно, кому-то страшно. Но так и хочется узнать, а в итоге что? Украина сдаётся? Нет. Люди по завету Киасаяна проклинают Запад? Жители Киева, Львова, Харькова и других украинских городов. Скажите большое-большое спасибо западным покровителям Украины. Всем этим Макронам, Джонсонам, Боррелям помогли так помогли. Нет, наоборот, Россию стали ненавидеть ещё сильнее. И если вообще возможно, ненавидеть ещё сильнее. Может, ВСУ как-то пострадали, им стало сложнее воевать с оккупантом? Да опять-таки нет. Так на что вы спустили прорву денег и потратили те же дроны? Чтобы ура-патриоты на полном безрыбье порадовались? Чтоб два часа покричать «Смотрите, смотрите, у соседа корова сдохла!» Ну, покричали. И? И вот за этим и тупо пустота. Огромная страна счастлива от того, что кому-то с их участием может быть плохо. Они дошли до того безумия, что честно признаются, мол, ждём самой холодной зимы в истории. Я жду, чтобы в мире эта зима была самая холодная за всё время, какое можно было бы. Мы это выдержим. Опять-таки, чтобы кому-то было плохо, а россияне смотрели на это и радовались. Духовные, скрепные ребята, впереди у которых много разочарований. Ведь с фундаментом из-за лжи и ненависти далеко не уедешь. И чем дальше влез, тем меньше у Путина места для манёвра. Вот почему мы даже не сомневаемся, что с каждым днём напряжение в бункере будет нарастать гораздо сильнее, чем в Украине, после очередного удара по ТЭС. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина!